Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Владимир, и мы продолжаем играть в карьеру за Халсити и за Северную Ирландию. Я узнал наконец своего соперника в 1-8, и это оказалось в сборной Испании. Мне, конечно, не очень нравится такой поворот событий, но что поделаешь, Англии досталась сборная России. Но лучше бы нам уже Россия. Но надо было обыгрывать Англию. А так нечего жаловаться. Но я постараюсь, конечно, выжать из моих парней все, что смогу. Но гарантии не даю, что смогу прийти Испанию. Тут за кадром я немного занимался трансферной политикой. Пошерстил всех свободных агентов. И, как ни странно, никого толкового там нет. Хотя обычно со второго сезона кто-то там, да, начинал уже появляться. А это никого. Еще и ломят цены, блин, такие, что мы... ...за тех, кого я хочу приобрести. Так, перейдем к составам. 4-3-3. Да, Испания. Нынешний. Чемпион мира и Европы. Так. Персонал камп. Никель Сан-Хосе. Молоденький какой-то. Это не очень. Так. Хорди Альба. Сеск Фабрикас. Церхи Бускес. Бускес довольно-таки медленный. И почему он туда выдвинут? Хотя он опорник хороший. Блин, что не игрок, то звезда. Так, Пэдро. Иньеста. Сколько на Иньесте? Иньесте уже приличный тридцатник. Солдата. Там, блин. Хотя бы иньесту придержите. Вот еще Фабрикасы. Хрена знает, кого тут держать. Ладно, погнали. В последнее время испанцы сполна отыгрались. За годы неудачи. Молодцы. Что-то еще спрашивали. А. Не получилось поскочить. Блин. Ну куда ж ты отдал? Ух. Вот это нас чуть не наказали. Испанцами нужно держать ухо в астро. Окей. Назад на маке. Просчитал на эту передачу и легко ее перехватит. Так, хорошо. Оферты. Так, грант. Не так уж и далеко. Вполне возможно удар. Вышел мяч. Наспись с испанцами. Шутки плохи. Ух ты ж. Так, шо ж ты проскочил мимо. Офсайд. Ух. Ладно, надо персоналку получше назначать. Так, на фабрика останет Дэвис. Дэвис. Может, Пэдро, чтобы держал Пэдро. Да, Джон. А то оттуда очень часто идет опасность. Какая вкусная могла быть атака, который в момент опасный, но положение не идет. Смит. Варт. И если пробьет отсюда, может быть очень опасно. Смит. А блин, какие они мастеровитые. Так, варт. А где же он? Блин, не дали пробить. Отличная передача пяткой. Встречать его уже поздовато, потому что сейчас будет удар. Думаю, нахер забивать. Удар поворота. Совсем не точно. Мяч уходит на углу. А, рикошет был. Блин, вот, вертся, не смог пробиться. Так, да, Джон. Нельзя это промазать. Подать спадало, принять некому. Так, брал. Блин, примудрил. Вот. Вот. Переклапс или не ходим. Возможно, вероятно, что самый большой километраж набегал сегодня Ильеста. Ну, а что поделать, если он успевает и в атаке, и в обороне? Такой вот он полузащитник, а партнер не мешало бы быть попроворнее. Магин. Да, защитники у них неплохие. Атака у них вся более чем неплохая. Ну и кто страхно эту передачу готов принять? Какой грандиозный сейв! Молодец, Кам, вытянул. Блин, ну куда ты побил? И, пожалуй, что можно бить, это органично будет смотреться. Охренеть! Ух! Посмотрим, чем этот угловой закончится. Да, конечно, разрезали нашу оборону только так. По мячу попало, поворота! Не построился, по-моему, игрок под мяч или что-то другое не сложилось. Во всяком случае результат мы видим. Совсем-совсем не точно. Не умеют бить угловые-то. Давай, давай, давай. А ну! Есть! Судья свистнул что-то. Один-ноль! Не получилось с первой попытки, а зато получился второй. Всегда массированная атака завершается вот таким логичным взятием ворот. Ух! Я думал, что какой-то с сайтом зафиксировали или что-чего. А тут на тебе! Какие-то бы сказали ушел от силового приема и чисто ушел. Забиваем самим испанцем. Но это еще не повод радоваться сильно. Уходят команды на перерыв. Единственный гол был забит в эти 45 минут. Да, неожиданный. Сука раз они могли нас наказать. Мне аж страшно вспомнить. Точность посол у них 83, у нас 75%. Ну ладно, продолжаем. Не давать развернуться. Не давать развернуться. Петро. Просто оседлали чужую половину поля. Рассказывают возле чужой. Думаю, надо бить и забивать. Ух! Ватарь молодец. Нужно было выходить. Нужно было рвать дистанцию. Он так и поступил. Молодец. А в вольной борьбе это называется проход в ноги. Серкио Рамос. Обратный пас. Ух! Петро. 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 А, нет, не получится. Не успеет. Макгин мог еще убежать, но он уже там ловсайд забежал. А ловсайда там случайно не было? Технично убивает мяч по кате игрок. А мяч между прочим еще находился в воздухе. Черкио Бускец. Бускец. Петро. Выбить. Замена у испанцев. Усиляют атаку. Вдох. Петро. Петро. надо смотреть сразу же персоналку, так и остался, поэтому силу, силу держим, ну мату тоже нужно, но блин, держим силу, мата, 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 не знаю даже. Ещё ставить на мату персоналку, пока справлялись, так мы убили, блин, ух, игрок, как лёг под мяч, давай Магин, ах ты ж, блин, второй бы мяч очень нам бы упростился, ну ненамного, но упростил бы ситуацию. Надо же было так не попасть, вот так Сильву останавливать, ПЕДРО! ПЕДРО! АВАНС, ВААНС, БЛИН, МОЛООТЫ! переходят соперник конечно даром никто мяч не уступил давай бренд так на меня бронда бронду стал так тут пока все так же грант фергусом выходит наверно будем грига выпускать место в оферте пенальти пенальти красная должна быть по идее не было красной за руку то у нас пенальти исполняет на отлично 276 маркей будет бить блин это видео передач не доходит для адреса то защитник ее прерывает так и он не ест он остановить вот вот как раз тот самый вариант это называется не испортит да так и это будет что было нарушение хорошие люди Выбить? Думаю надо бить и забивать. Выбить. Не получилось, придется все начинать сначала. Так, наверное поменяем лапферти. Так, персоналка, о, поменяли, видите. Сволочи поменяли, заставим на мату персоналку. С этими моментами нужно быть повнимательнее. Так, ну в ферти выпустим Григо. И ворота были близко, и гол казался возможным. Но это как в том случае, близок локоть, но ты его не укусишь. Ага. Ребятки немножко запороли. Так, Фернсон. Так. Надо бы еще замену делать, наверное. Персоналка все так же. Да. Так. Эванс. Эванс. Не хотелось бы Эванса уводить с поля. Думаю Маккея поменять и выпустить Донали. Пусть он и медленнее, но все равно. Донали. Ну бей ты, блин. Левый. Левый. В этой почве футболист сотворил что-то невнятное. Уж больно ответственный момент. Вступают игроки в борьбу за мяч, довольно жестко получается. Сильва. Так. Ну это я перестарался немножко. Да блин. Ух, есть, мы прошли Испанцев, однако, все Испания не будущий чемпион мира. Северная Ирландия, какая-то несчастная, обыграла Испанцев, имела моменты тоже убойные, охренеть, вот так вот бывает даже, я думал, все, 1-8 и Кирдек нам с Испанией, тут на тебе, как решил один момент. Ну и Камп молодец, сколько выручал, защитники уложились, короче стояли насмерть. Ну вот это тоже удар. Магина, ну Маккей, немножко и Галима пробил. Так, что там, у нас еще и больше ударов, чем у Испании. Так, 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 ну центральный наш защитник, Эланс, получил 8,2, самую высокую оценку, я так понял. Так, а у Испании, ну все так, так себе. Да. И мы выходим на Францию, еще, еще лучше, так сказать. Франция обыграла Немечену, не, это не Немечену, а Бельгию, Немечену вон ниже Словении или с кем там играет. Франция обыграла Бельгию. Так, и что там пришло к кучинам? Трансферное предложение. Ага. Хорошо. Я выключил уж у совета директоров еще два лимона. Так. Два двести пятьдесят. Два двести пятьдесят. Я, в принципе, не согласен. На два. Ага. Это уже с ценой того футболиста. С Прошвицем. Видите, два шестьсот хочет, а нам сказали два двести пятьдесят. В Прошвице там стоит четыреста тысяч. Или сколько там? Хорошо. Вроде бы неплохой нападающий. Возьмем его. Так. Ну ладно. Тут, пожалуй, я и закончу данную сервер. Так что всем спасибо за просмотр. Вот такая неожиданная победа над Испанией. Будем дальше сражаться. Уже в одной четвертой. Так что всем спасибо за просмотр. И до встречи в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok